МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу СТВ в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Среди тех, кто принял решение не идти в дальнейшем в губернскую думу, известные люди. Кто уйдет и кто останется, в «Единой России» сформировали списки на предварительное голосование. Основная сцена будет установлена около памятника Григорию Засекину. На этот раз бесшествие. Первомай в Самаре пройдет в новом формате. Я считаю, потому что сейчас есть только, допустим, одна функция, а в нашем будет то, что будет несколько. Кладезь идей в Самаре прошел региональный этап всероссийского конкурса «Айти прорыв». Определились с кандидатами. Региональное отделение партии «Единая Россия» обнародовало результаты приема заявок на предварительное голосование по выборам в Государственную и Губернскую думу. Напомню, что в областном парламенте большинство составляют представители именно этой партии. А значит, эти предварительные итоги могут значительно повлиять на исход всей избирательной кампании 2016 года. В региональном отделении «Единая Россия» сформировали списки участников предварительного партийного голосования. Прием заявок был закончен 10 апреля. Всего зарегистрировались 222 желающих. Причем один и тот же человек мог попробовать свои силы и по одномандатным округам, и по партийным спискам. Уже сейчас можно сказать, что из 34 действующих региональных депутатов от «Единой России» 22 предпримут попытку войти в новый состав. В то же время исполняющий полномочия секретаря Самарского регоотделения назвал именно тех, кто решил закончить карьеру депутатом. Среди тех, кто принял решение не идти в дальнейшем в Губернскую думу, известные люди, наши парламентарии, они уступят место новому поколению. Это Олег Дьяченко, Галина Светкина, Алексей Ушамирский, Олег Борисов, Сергей Иванов, Нина Косарева и другие. Напомню, что в действующем составе Губернской думы Олег Борисов возглавляет комитет по промышленности, связи и торговле, а Алексей Ушамирский – комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Известны имена и тех, кто постарается еще раз войти в высший представительный орган страны от Единой России. Планируют продолжить работу в Государственной думе действующие депутаты. Это Виктор Казаков, Владимир Гутенев, Екатерина Кузьмичева, Леонид Симоновский. Напомню, что кандидатов, которых Единая Россия выдвинет на выборы в Государственную думу и Самарскую губернскую думу, жители области определят в один день – 22 мая. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ. В Тольятти может появиться около 20 тысяч новых рабочих мест. Автоград будут развивать усиленными темпами. Соответствующее соглашение подписано в Москве между областным правительством и Фондом развития моногородов. Речь идет в том числе и о софинансировании крупных инвестиционных проектов. Стороны отметили, что Тольятти – особый город не только для Самарского региона, но и для страны в целом. Там созданы все условия для развития новых производств. В частности, в городе освободилось несколько крупных промышленных площадок, которые при длевании средств могут обрести новую жизнь. В Самаре отметили выдающихся ученых губернии. Деятелей науки наградил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Лауреатом ежегодной поощрительной церемонии стали 20 человек. Наша съемочная группа побывала на церемонии награждения и узнала, за какие научные достижения гуру научной мысли получили солидное поощрение. Лауреаты премии губернатора проделали колоссальную работу. Социальная сфера, медицина и промышленность, научные труды каждого из присутствующих нашли практическое применение. Доктор исторических наук Алексей Захарченко потратил 15 лет жизни на изучение экономики Поволжья. Его интересовали 30-е и 40-е годы. Отмечая, что тогда была создана такая база, что и сегодня называть ситуацию с экономикой плачевной – это преждевременно. Мы видим, что эта деятельность продолжается по развитию промышленности, по укреплению кадров, по инвестициям. Ведь действительно, главный инвестор в науку и в производство стратегическое – это государство. Непосредственно перед награждением Николай Меркушкин озвучил приоритеты в работе областных властей по развитию научной деятельности в регионе. Самарский объединенный вуз – это первый шаг. Присутствие учебного заведения в ТОП-15 стало решающим фактором при выборе региона, где будет открыт крупный дата-центр. В нем смогут работать 400 человек. Еще один аспект – импортозамещение. Работа ученых охватывает именно это направление. Хочу выразить слова благодарности за ваш труд. И еще раз хочу сказать, мы хотели и будем делать все для этого, чтобы наука развивалась, людей было как можно больше втянутых или занимающихся этой деятельностью. Лауреаты премии получили по 100 тысяч рублей. Это второй год, когда отмечают 20 выдающихся ученых. Ранее таких премий было 10. Николай Меркушкин отметил, что в планах областного правительства увеличить расходы на науку. В областной столице прошла седьмая конференция Союза женщин Самарской области. Самым активным и талантливым представительницам прекрасной половины человечества губернатор Николай Меркушкин вручил почетные знаки и грамоты. Глава региона отметил, что их вклад в общее становление области неоценим. Слово нашему корреспонденту Александру Семенову. В регионе работают три женские общественные организации. В активе более 12 тысяч представительниц прекрасной половины. Это добровольное объединение самых небезразличных. Действительно тот случай, когда люди желают участвовать в жизни общества. Руководители, сотрудники и общественники собрались, чтобы обсудить самые насущные темы. Говорили и о проблемах повседневной жизни. Стоит отметить, что на конференцию представительницы Союза женщин съехались со всего 63 региона. Это еще награды и моему активу Совета женщин Созловодского района города Тольятти. Неравнодушным, активным женщин Тольятти. В 2013 году Совет женщин выбрал мою комбинатору на выборы в Думу городского города Тольятти. И я стала в команде губернатора. Будучи депутатом, я еще раз убедилась, что есть команда, возглавляя сильный, профессиональный, авторитетный видок. И если общественные объединения активно работают, то много можно сделать. Это действительно самый талантливый и перспективный актив. Губернатор Николай Меркушкин отметил, что многие талантливые специалисты женщин, они трудятся в самых разнообразных сферах, от научной до образовательной. Самые тонкие работы делают женщины. Самые там, где нужна кропотливость, внимательность, точность. И на основных операциях вот этих, там работают только женщины. Поэтому успехов вам. Такие встречи женского актива и правительства уже стали регулярными. Они будут проходить и в дальнейшем. Александр Семенов, Олег Павлов, СТВ. И смотрите далее в нашей программе. Я считаю, потому что сейчас есть только, допустим, одна функция. А в нашем будет то, что будет несколько. Кладезь идей. В Самаре прошел региональный этап всероссийского конкурса «Айти прорыв». Ликвидировали преступную группу. В Тольятти наркополицейские арестовали пять человек, которые выращивали коноплю, изготавливали марихуану и сбывали полученный наркотик. Ежемесячно удавалось продавать около одного килограмма. В результате обыска в квартире, где находилась лаборатория по изготовлению марихуаны, были обнаружены 37 кустов коноплей, готовые к реализации товар и свыше одного миллиона рублей. Продажа наркотика осуществлялась в арендованном торговом павильоне. В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела. Что касается фигурантов данного уголовного дела, все это люди ранее не судимые, достаточно взрослые, с 74-75 года рождения, женатые, имеющие несовершеннолетних детей. Как они объясняют, применение своим способностям в мирной жизни они не нашли, поэтому решили заняться вот таким преступным бизнесом. Задача следствия в данный момент выяснить роль каждого участника, и в зависимости от этого, естественно, будет суд уже принимать решение о наказании. Продолжаем выпуск новостей. Дополняют список недостатков. К работе по составлению дефектных ведомостей на жилые дома и объекты благоустройства присоединились городские и районные депутаты. Это позволяет более полно учитывать пожелания горожан. Там, где власти не заметят, жители подскажут. Как идет совместная работа депутатов и администрации на примере Октябрьского района, в нашем следующем сюжете. В Октябрьском районе Самары 70 улиц и 814 многоквартирных домов. Первый этап обследования и внесения недостатков состояния благоустройства в дефектные ведомости уже завершен. Обследовано все 70 улиц. И как жилые многоквартирные дома, так и объекты, прилегающие к этим домам. То есть это и внутриквартальные дороги, и зеленые насаждения, бордюры, детские площадки, малые архитектурные формы и прочее. В этой системной работе, кроме администрации внутригородских районов и городской административно-технической инспекции, принимают участие депутаты и ТОСы. Осматривают объекты, делают замечания, учитывают предложения от жителей. По некоторым адресам работы по устранению недостатков уже начались. Одна из основных задач как раз депутатского корпуса муниципального уровня на основании наказов наших избирателей, как раз и дополнять эти дефектные ведомости своими перечнями работ. В ходе мониторинга проводимого инспекторами ГАТИ было установлено, что во всех районах Самары, кроме Октябрьского и Железнодорожного, в дефектные ведомости занесены не все объекты благоустройства, нуждающиеся в ремонте или замене. В ведомости внесены дополнения, в том числе относительно фасадов зданий, уличнодорожной сети, обустройства объектов потреб рынка, трасс воздушно-инженерных сетей, контейнерных площадок и не только. Не были учтены аншлаги на домах, указатели улиц, номера домов. Мы тоже это внесли в дефектную ведомость. В большинстве районов, опять же, не были указаны брошенные автомобили, не были учтены брошенные детские площадки, которые должны подвергнуться демонтажу. Совместное составление дефектных ведомостей ведется по поручению главы Самары Олега Фурсова. Первые итоги планируют подвести 26 апреля. График работ по устранению недостатков в зависимости от сложности будет составлен на 2016-2018 годы. В этом году исполняется 30 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Напомню, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в момент проведения испытаний 4-го энергоблога произошел взрыв. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики. Ветеранов-участников ликвидации сегодня с круглой датой поздравили пожарные спасатели. Владимир Шабанин один из тех, кто последствия масштабной аварии увидел воочию. На место ЧП он приехал через 4 месяца. Вызглавлял противопожарную службу. До меня, значит, как говорится, таких десантов, как я, с которой составил, будем говорить, да, было, у нас вот из главного управления пожарной охраны страны, у нас 19 человек был, я 11-й. Поэтому, естественно, там предшественники-то мои много чего наработали. Моя задача там была сберечь и развивать то, что сделали мои предшественники. В зоне отчуждения он отработал ровно месяц. Обошлось без крупных происшествий. Однако спустя 30 лет в памяти свержи воспоминания. Ужас. Ужас, когда я поехал на станцию, и когда эта громада вся грохнувшая, а я еще чувствую, как это произошло, все бегают и не знают, каким образом поливать ли ее, забрасывать ли мешками с песком, с цементом, еще с какими-то реагентами. Потому что, если начнешь бросать дальше, пол этого может обрушиться и рухнет в это вниз. Авария на Чернобыльской АЭС случилась ровно 30 лет назад. Участников ликвидации происшествия чествовали пожарные спасатели. Масштабные мероприятия в честь круглой даты запланированы по всей стране. Екатерина Алексеева, Владимир Терентьев, СТВ. Прорыв в сфере IT-технологий. В Самарском университете прошел региональный этап престижного всероссийского конкурса, заявки на который прислали более 5000 человек. Студенты самарских технических вузов представили свои лучшие разработки в области медицины, образования и радиоэлектроники. Перспективные идеи талантливой молодежи вместе с жюри конкурса выслушала и наша съемочная группа. Мария Решетникова работает над созданием портативного прибора для измерения ЭКГ-сигнала в условиях гравитации и программы для обработки и оценки полученных данных. Исследование космонавтов до и после полетов – это очень сложный процесс. И если заострить свое внимание на нем и разработать программу для оценки именно для этих условий, то в обычных клинических условиях также этот прибор можно будет применить. Впрочем, студентка уверена, что и в обычной больнице можно будет использовать подобный прибор. В жизни будет востребована еще одна разработка, считает Екатерина Барсукова. В ее планах продвигать мобильное приложение для автомобилистов. С его помощью можно будет найти свободное место на парковке, не нарушая правил припарковаться или же вовсе зафиксировать происшествие и отправить в облачное хранилище. В Европе уже применяют программу, правда, только для поиска мест на парковке. Сейчас есть только, допустим, одна функция, а в нашем будет то, что будет несколько вот именно функций, и я считаю, что в этом будет плюс. Правильно ли человек поставил машину в том месте, ну, допустим, он либо там подзабыл, либо что-то не заметил, и это с помощью приложения он как бы сможет, оно ему подскажет, и он, допустим, поставит по правилам так, как ему нужно. Но не всегда даже самый креативный и, казалось бы, на первый взгляд, интересный проект проходит отбор. Существует ряд критериев, по которым оценивают участников. Инновационность, актуальность проектов – это первая очередь. Второе, конечно, обращаем внимание на, скажем так, коммерческую составляющую проекта, насколько он сегодня соответствует или не соответствует, или конкурентно способен на рынке. Ну и, безусловно, это возможности его внедрения и реализации. Участники конкурса «Айти Прорыв» получили возможность найти подходящую вакансию прямо в день проведения регионального отбора. Кроме того, победители федерального этапа отправятся на международный форум «Инженеры будущего», который пройдет в Ижевске в июле. Более того, победители также примут участие в форуме «Иволга». Он пройдет на Мустрюковских озерах в июне. День весны и труда в этом году пройдет несколько необычно. Организаторы решили отказаться от привычного шествия. К слову, последние три года в нем принимало участие до 30 тысяч человек. В этом году планируют привлечь около 100 тысяч. Центральной площадкой станет вторая очередь набережной. Основная сцена будет установлена около памятника Григорию Засекину. В 13 часов начнется митинг, где губернатор поздравит с праздником жителей города и губернии и произведет вручение шести памятных знамен коллективам, которые зарекомендовали себя по прошлому году как социально ориентированные предприятия. С 1 мая и самарцы смогут отпраздновать не только интересно, но и с пользой. Помимо традиционных, спортивных и творческих площадок, в этом году ведущие учебные заведения города прямо на набережной откроют пункты, где сотрудники приемных комиссий ответят на вопросы абитуриентов. Второй блок – это наши предприятия, которые также заинтересованы в том, чтобы как можно больше привлекать в себе квалифицированных специалистов, ибо действительно сейчас на рынке труда существуют реальные конкуренции за профессионалов. Опять же, придя на набережную, вы не только окунетесь в атмосферу праздника, но и можете решить вопросы, если вы являетесь в ситуации поиска работы. Стоит отметить, с 1 мая будет ограниченное движение в районе набережной. Волжский проспект от Вилоновской до Маяковского, улица Полевая от Галактеновской до Волжского проспекта, а также Маяковская в этих же границах. Завершится программа праздничным концертом. Екатерина Алексеева, Владимир Терентьев, СТВ. У меня на этом все. Далее еще один сюжет, прогноз погоды и авторская программа Дениса Сарова «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского – gslimansky.ru. Читайте наши новости в соцсетях в группах СКАТ СТВ «Самара». Заходите на сайт телекомпании. Я с вами прощаюсь. До встречи. Когда мы смотрим на прилавки супермаркетов, кажется, что все продукты примерно одинаковые. Но покупаем мы обычно любимые марки. Мы решили узнать в фамильных колбасах секрет успешных продуктов. За 18 лет нашей работы мы открыли для себя метод, как делать по-настоящему вкусную колбасу. Главное – это изучение вкусов покупателей. Фамильные колбасы ежегодно проводят сотни дегустаций и обсуждений с клиентами. От предпочтений покупателей мы выстраиваем всю цепочку производства. От сырья и рецептуры до удобной упаковки. Фамильные колбасы с гордостью представляют новую серию «Та самая». Эта серия была создана по классическому рецепту вареной колбасы с натуральными специями и нежным мясным вкусом. По отличной цене. Для завтрака самое то. Мне нравится. Это «Та самая колбаса». «Та самая» от фамильных колбас. Сделано, как вы любите. До новых встреч!